Привет, дружок-пирожок! Здрасте! С тобой снова Хэллоиз, чутка художничка-аниматор, чутка черт знает кто еще! Ты здесь на моем канале снова, чтобы смотреть прекрасную нашу любимую веб-анимацию, только веб-анимацию, никакой ТВ-анимации, только что сделано любителями для любителей на Ютубе, вот! И, как вы, наверное, уже успели заметить, у меня тут некоторые изменения вокруг произошли, а это почему? А потому что у нас идет Хэллоуинская неделя, и всю эту неделю я буду выпускать реакции, посвященные роликам на тематику, связанную либо с самим праздником Хэллоуина, либо с какими-то страшными, жуткими темами, не знаю, ужастики, чертики, скелеты, привидения, все в этом духе. Поддержим праздничное настроение, пишите, если вы очень любите Хэллоуин, пишите ваши любимые Хэллоуинские анимации, скидывайте их в комментарии, я их посмотрю, если успею. Ну а сегодня мы продолжаем разгребать мой огромный списочек, и я собираюсь сегодня, наконец-то, выполнить вашу долгожданную просьбу, поглядеть то, что у меня просят, по-моему, с самого основания канала, упорно почти под каждым роликом. Да, мы посмотрим, наконец-то, Отель Хасбин. Это свершилось! Много-много мыслей касательно этой анимации, и я хочу с вами их обсудить. Возможно, ролик выйдет слишком длинный, мы разобьем его на две части, поэтому не пугайтесь, если сегодня выйдет только первая часть. Я не знаю пока точно, потому что пилот большой, говорить я буду, как всегда, много, стопить каждые пять секунд и вставлять свои ненужные комментарии, готовьтесь, я всегда так делаю, ничего не знаю. Подпишитесь на мой канал, если вы любите реакции на веб-анимацию, также можете подписаться на мой основной канал, ссылочка на него будет сейчас справа в верхнем углу, там я делаю свои веб-анимации, веб-сериал, древофрения, промер снов, рисую его в одиночку, если вам интересно такое, подписывайтесь. Можете сделать на меня реакции, разборы, что угодно, я скажу вам спасибо большое, ребяточки, мои пирожочки сладкие. Ну а сейчас давайте-ка приступим к нашему пациенту сегодняшнему, долгожданному. Почему у меня были сомнения касательно Хазбина? Ну потому что, во-первых, проекту год, и его посмотрели уже просто все, кому не лень, я не знаю, назовите мне хоть одного реакционера, который не делал реакцию на Хазбин, да даже вообще люди не связанные с анимацией уже сделали, потому что тема хайповая. Файпанем немножечко. И, собственно говоря, проблема в том, что я уже практически знаю все про Хазбин, и, естественно, мне доводилось смотреть из него очень большие отрывки в разных и обзорах, и в других реакциях, и тому подобное, и поэтому я не могу назвать эту реакцию абсолютно слепой и искренней, потому что, блин, ну невозможно через год после выхода Хазбина не знать про Хазбин ничего и не видеть его. Ну вы сами понимаете. Поэтому я буду меньше, наверное, удивляться и больше подмечать всякие косяки или то, что мне нравится. Вот перед вами официальный канал Вивьен Медрана, автора и режиссера Хазбина. И вы можете подписаться, если до сих пор не подписаны. Скорее всего вы уже подписаны, поэтому мои призывы останутся ненужными и бесполезными. Мы же переключимся на сам пилотный выпуск, но, так как этот мультфильм на английском языке, то мы будем с вами его смотреть, скорее всего, с русским переводом, с переозвучкой. Я знаю, что многие любят больше субтитры, но есть, типа, популярная очень русская озвучка Циндука, поэтому поглядим с ней, чтобы не морочиться и не париться. Все равно вы все уже увидели, и если хотели услышать голоса оригинала, уже все уже на тысячу раз их переслушали. Поставим лайк самой Вивьен, переключимся на циндущую озвучку. Ссылочки на оба ролика будут в описании. Has been, от английского has been. Человек, который раньше что-то из себя представлял, но в какой-то момент скатился. Это, кстати, вроде только теория про название, или реально задумывалось такое звучание автором. Не знаю, вроде это теория только пока что от зрителей самих. Это название, по-моему, как раз студии у Вивьен. Почему-то это название нигде не всплывает, все знают просто Вивьен. Ой, Дисней начался, Дисней. Не знаю, любите ли вы мультфильмы с песнями, я как-то к ним очень двусторонне отношусь, потому что есть, конечно, классные песни, допустим. Моя любимая песня у Шпинель в фильме по стильному юниверсу. Я ее обожаю, могу переслушивать и отдельно, и как угодно. Но почему-то по большей части, если в мультфильмах есть песни, меня это бесит. Я не знаю, почему такой эффект. Видимо, у меня какая-то психическая травма, связанная с песнями. Но я ненавижу песни в мультфильмах. По этой причине я очень трудно переношу мюзиклы различные, не могу их смотреть. Ну ладно, это сейчас не конкретно к has been, предоява. Смотрим дальше. Тут, кстати, все выполнено в технике, только аппликации, знаете, типа, какие-то бумажки как будто нарезали и перекладывали их вот так, и снимали стоп-моушен. Обычно многие мультфильмы так себе декорируют начало, типа, какая-то или старая книга, или стоп-моушен, анимация. Интересно, что это за девушка какая-то, принцесса или кто это у нас? Я знаю, что песню вроде поет Чарли, главная героиня, но тут явно же не она изображена. К чему вот это в заставке девушка? Ну да, у нас рай показывает. Я, кстати, люблю такие подобные, типа, символистические рисунки, похожие на пентаграммы. Это прикольно смотрится. Так, это у нас кто? Внизу вот это уже вроде как Чарли по прическе, можно понять. А кто стоит над ней? Ее батя? Глаза, просто бесконечные глаза. В каждом анимационном меме люди рисуют эти глаза, и даже в Хасбене эти глаза. Ангелы. Кстати, мне очень нравится эта задумка, что Вивиен рисует ангелов не добренькими, миленькими, а какими-то такими же жуткими, просто страшными улыбками. И в крови. И хотя почему-то потом она рисовала какое-то там ангельское агентство в Хлуобос, которое выглядит наоборот миленько и няшенько. Короче, я не знаю, в чем тут за задумка. И у них прикольные очень нимбы, такие с палочками. О, чистка, нифига, они даже перевели надписи. Круто. В жопу рай. Мне показалось сначала, там написано в жопу дай. И у меня сразу первая мысль, это Энджел Дас там, что ли, буянит на улицах вандаля. Наказание, твои дни сочтены. С прибытием в ад. Бесячая песня, если честно. Я люблю песни какие-то более заводные, где там тын-тын, какой-нибудь ритм клевый, такой приджазованный. Тут просто вот эта унылая. Типичная диснеевская песня, терпеть я не могу. Демон. О, вот это прикольно. У нее, типа, руки, как какие-то клешни. Или как крылья. Прикольно, что, типа, крылья без перепонок в виде рук. Интересная идея дизайна персонажа. Мне нравится. Насколько я помню, типа, говорили, что это она таким образом стрельнула фейерверком и отметила приход нового года и новой зачистки или что-то такое. Кстати, вот что это за персонажи, вот тут эти вот, какая-то паучья тетка. Ага, это порно-студия. Меня немножко смущает, если честно, картины, которые висят, в принципе, в мульте, потому что, ой, как бы сказать, они дико выбиваются из стиля. И видно, что это не картины, которые именно вписаны в мульт и в стилистику мульта, а какие-то вообще отдельно нарисованы, возможно, еще до Хасбина арты, которые просто вставили туда. Мне тоже приходилось прибегать к такому приему, но все равно как-то стараешься как-то их замылить, может, стилизовать чуть-чуть. Чтобы это не настолько бросалось в глаза, потому что, когда у тебя фон детализирования, чем персонажи... Ой, сейчас начнется опять бомбеж на тему Хасбина. Ладно, мы это уже в конце скажем, скорее всего. Про пестроту Хасбина уже только ленивый, наверное, не высказал, не пнул, только лежачий. Ты достала мои бабки, Энджи. Детка, я сейчас с Джоном, кстати, не пойму, зачем тебе бабки. Так скоро после истребления, босс. Просто сделай это, не сливайся, Лан, милая, да, Вэл. В смысле, Энджи о себе в женском роде пишет, очень интересно. Что там? Раджельгин и Роузи универмаг. Мне говорили, что Роузи один из самых мощных демонов в аду, и она просто владеет универмагом. Как-то это странно для одного из самых мощных демонов. Очень странно анимированы походки некоторых демонов на фоне. Просто такие идут. Что-то с качеством, вот тут демон, у него прям прическа пикселями поехала. Хотя ближние очень качественные. Прикольные летающие твари. Ну, мне нравится, они типа нас так ввели и через смски Энджела Даст о том, что подчеркнули, что кончилась очистка, что Чарли ее как бы отметила своим выстрелом из пальчика и спела грустную песню. Правда, она настолько была унылая, что я даже не помню, о чем она пела. Да-да-да, это еще потому, что я постоянно комментирую, не надо мне об этом напоминать, я и без вас знаю. Ну, естественно, не стоит, наверное, лишний раз повторять, что здесь очень плавная анимация, хорошая, качественная. Потому что, ну, вы сами понимаете, Хасбин рисовал все-таки достаточно профессиональный аниматор, несмотря на то, что это считался изначально как бы любительский проект. Ну, потом я вам расскажу про всех остальных аниматоров, поэтому вы поймете, о чем я. Опять же, интересно, если демоны умирают в аду, они куда-то попадают или они так остаются просто мертвые в аду? Возрождаются там заново или что? Или есть еще какой-то ад у ада, в чем концепт? Неплохо поразвлеклись, красотуля. Ага, слушай. Только между нами, ясно? Я не хочу, чтобы все думали, будто я продаюсь каждому встречному. Это так, халтурка. Смикаешь? Ты как скажешь, шлюшка. Ай, ой, как я оскорблен. Перезвони мне, как придумай что-то более оригинальное, драный ты мешок говноконского. Передавай женушке привет. Прикольно, что он пальцами со всех сторон такой засунулся. Пупсик. Что ему не понравилось, мне непонятно. Он только что его похвалил и тот попросил передать привет. Я не знаю, за что его было оскорблять, как он неадекватный чувак. Мне интересно, по имени каждого наркотика у них там есть демон? Хаба! Эй, выкуси, трансвистюля! Боже ж мой! Моя дуль! Пипец! Я узнаю голос в морде. О, прикольные дирижабли. Я, кстати, очень дико люблю стимбанк. Мне нравится этот серпентиус со своим дирижаблем. Ну-ка. Кстати, обращайте внимание, как прикольно санимированы спецэффекты. Взрывы очень классно так тоненькими линиями нарисованы. Я вообще обожаю рисовать спецэффекты. Я обожаю разглядывать, как другие их рисуют. Ух ты! Эти грешники ссапливые даже мешать не смеют моей оккупации территории. Удрое решение. Мощь моих машин непревзойденных. Другие темины мне в подведки даже не годятся. Блин, это было просто обалденно. 666 на ИЦ написано. А тут 23. Прикольно, какие-то у него там символы прям всякие. Господи, из них желток льется. Это жутко. Что интересно это заняется? Это серпентиус их откладывает? Или как? Или что? Это он такой длинный? Охренеть. Или нет? Или стоп? Это что вообще? А, это украшение дирижабля, наверное, в виде змеиного хвоста. Показалось. Показалось. Все в чешуйках. Как его это пробивает на змеиные звуки. Прикольно. И шепелявость добавили, тоже интересно звучит. Какой-то странный. Мне не очень нравится выбор голоса для черри-бомб. У меня почему-то представлялся... У нее голос другой, какой-нибудь такой пацанистый, хулиганистый. А не сексапильной чики, которая... А, так согласнает. Может, уберешь свою сраную погремушку с моей территории, пока я не разнесла ее? Все. Ой, хочешь попадаться, милочка? Да я только рад! Доброго дня, я... Новости. Опять мой любимый эффект, будто телевизор. С этими полосочками. Обожаю его делать и смотреть. Насколько помню, тут очень смешная надпись будет снизу лететь. И если ее читать, там будет какая-то занимательная история про неудачливого демона. Кэти Киллджой и Том Тренч. Вот мне Том Тренч нравится. Не знаю, прикольным дизайном и фильмом таких персонажей. Тихих, худых неудачников каких-то. Я Кэти Киллджой. А я Том Тренч. На западе Пентаграм-Сити развернулся хаос из-за территориальной войны между криминальным авторитетом Сэром Бентиусом и бойкой-взрывашкой Черри-бомб. Вот тоже, опять же, они вставили рисунок, который явно является артом, а не кадром из мульта. И я не знаю, как вам, но мне это режет глаза. Что картины, что вот эти вставки, как будто, знаете... Ну ладно, еще картины, это можно понять. Художники, можно сказать, изображали в своих стилях. Не художники, которые рисовали Хасбина, а художники в самом аду, которые, типа, рисовали персонажей Хасбина. То есть по сюжету мульта уже по самому. Вот здесь как бы они что, какой-то нашли картину с ней и вставили. Ну блин, мне кажется, кадр именно в рисовке самого мультсериала был бы лучше. Похож на фотку именно, что это с места событий сняли и так далее. Такие звуки смешные вставили, как будто такая дурацкая комедия из млевых. Очень-очень злой эфир у них. Все-таки довольны стоят. Ой, как миленько. Кстати, вот мне интересно, у Чарли, у нее собачий нос получается или как? Или кошачий? Она, то есть, не совсем гуманоид. У нее есть какие-то звериные черты, да? Потому что, допустим, Вэгги выглядит как просто человек. Стилизованный, но человек. Чарли выглядит как какой-то фурь без ушей и хвоста, не знаю. Ладно, Вэгги, я знаю, что говорить. Просто мне хотелось бы, ну, не знаю, сделать все поинтереснее. Это какие-то, знаете, вайбы от... Как их звали-то? Мэйбл вайбы, короче. Какие-то от Чарли тут идут. Она прям ее мимику копирует и манеру говорить. Кстати, где у Вэгги грудь? У Чарли-то есть. Прошу, не пой. Все серьезно. Но ты же знаешь, что я в гуру выражение себя через песни. Но жизнь не мюзикл-лаб. Ладно, но я думала, о чем еще можно рассказать. И выделила лучшие части. А, тут все выделено. Это что, рисунок? А тут счастливый конец. Целуем единорожек, даем пятюню дельфинам, поим веселой песенке и счастливый конец. А-а-а, Чарли, ты точно здесь выросла? Или ты приемная? У всех улыбки, все рады и все... Хотя, знаете, опять же, если говорить про концепцию ада в Хасбене, он не выглядит как место, где грешники мучаются и страдают за свои грехи. Он выглядит как рай просто для грешников. И всем хорошо. И я не знаю, как так могли наказывать плохих людей, чтобы они после жизни наслаждались самой приятной жизнью, которая только для них может быть. Убийство, наркотики, бары, ночные клубы какие-то, стриптиз-клубы, порно. Это же кайфная жизнь. Что это за наказание-то такое, блин? Не думаю, что все так просто. Умоляю, не отходи от того, что мы изначально задумали. И не смей петь! Ладно, ладно. Буду рассчитывать лишь на свои отменные навыки импровизации. Здрасьте, я Чарли. Катти Киллджой. Я сказала бы, что рада встрече, но собрала бы. И руку можешь убрать. Я не трогаю лесбушек. Из принципа. Да, ну и... Какая мега-стереотипно-гомофобная мадам. И как получается? Слушай, мое время-деньги. Объясню кратко. Ты здесь не потому, что мы хотим, а... То есть ты их не трогаешь за руку, но за сиську ты их трогаешь. Чтобы все нормально с твоей логи, как этики лжой. А потому, что у Джекри не сложилось нет. Что? Ага, опять тут у нас маты пошли. Кто допустил это шоу? Это у нее шея, видимо, сломана была при жизни. Кстати, вообще, я не знаю, почему мне Хазме сейчас дико напоминает стиль. Видели вы, наверное, такой фильм и мультсериал Бетлджуус, который был раньше. Я не говорю сейчас про современные мюзиклы, а именно про старые киношку и мульты. Там очень, как бы, схожая тематика тоже была загробного мира, где все живут именно не страдают, а живут в свое удовольствие. И тоже всякие переломанные трупаки там, скрипящие костями там, отрывающие голову в разноцветных кривых всяких домах живут. И вот там чем-то мне вот это все очень напоминает. Я Чарли. Плевать. Расскажи-ка нам про свой новый проект мечты, о котором ты прожужжала все муши в нашей студии. Итак. Как многие из вас знают, я родилась здесь, в аду. И взрослее я пыталась находить все хорошее вокруг меня. Ах, это мой дом. И вы мой народ. Мы прошли через очередное истребление. Кто там стоит? Не видно. Мы потеряли много душ, и мне больно на сердце, когда я вижу, как мой народ страдает каждый год и получает даже малейшего шанса. Я не могу стоять мирно, пока в доме, в который я люблю, творится подобное насилие. И вот я подумала. Что-то какая-то мексиканская демоница. Это сатанинский козел обычный и какая-то Клеопатра-Савана и Тинозавр. А можно ли найти более гуманный способ избавиться от перенаселения здесь, в аду? Есть ли какой-то альтернативный способ? О, это Блиц же из этого исхылого босса, или мне кажется. А там Вокс стоит, да? Что-то тебе Блиц издал блеяние барашка, или мне показалось? Она его потрогала, он такой, меее. Ладно. Мне нравится, что на команде Вивен постарались и анимировали задники, что это не просто стоящие персонажи. Они иногда там головами поворачивают, подергиваются, моргают. Это хорошо придает живости. Хотя всем понятно, что когда мультфильм с полноценной анимацией, то еще и на заднике полноценную анимацию давать, это просто пипец запарно. Ну, хотя бы так, чуть-чуть шевелить, и то уже хорошо. Радио Хэкс. Ну, типа, ведь в отелях люди остаются ненадолго. Какие-то динозавры, драконы. В полосатом костюме прикольный какой-то чувак. Тараканчики. А там кого смотрят, Джокера или что там в левом экране? Она что, в натуре? Она думает... Она думает... Она... Она... Ха-ха-ха! Ну и поет. Думаю, он послужит цели. Место, в котором можно заслужить искупление. Ура! Тупая с***ка. Слушайте, у каждого из вас есть что-то хорошее глубоко внутри. Что это у нее там мяукнуло, мне интересно, внизу. Да, я не буду пошло шутить. Но в целом, Чарли такая милашка. Мне нравится ее мимика довольно живая. Давай попробуй объяснить понятнее. О, нет. Мечтаю я поставить цель Открыть новую фантастическую цель Лишь один он такой Во всем аду Обитель нестандартных клиентов А это ее эти бараны. Таааак. Радуга внутри любого беса У грешника внутри есть громкий смех О, это Луна? Или мне кажется? Или они там все одинаково выглядят? Ладно, стерилизация в Вен Тут непонятно, где тот персонаж, где не тот персонаж. О, это же Джейсон. Эта песня, конечно, пободрее. О, прикольно. Типа под мульты из 20-х сделали закосы. Анимация похожая. Черно-белая прям классная. Препарация. Диагноз, рецепт врача, любовь и смех. Доктор Чарль. Ну просто это реально Это какая-то Мэйбл, попавшая в ад. Видимо, это продолжение Gravity Falls. Моя вайфу кто-то тащится от нее, Мистер Помидорка. Мюхи, ветерные, памятуки, древнерикие, Раскочать день, конец. Все монстры, бора и пекорки, Канни, балы и младенцы. Какие народы, в них мешок не вестились. Можем сложить. Так, что он не родит. Наш черный запломит. Вы будете тут жить, да? Жить, да? Живите счастливую, да? Ну вот, это очень сложно нарисовать. Просто, в принципе, любую динамичную анимацию рисовать сложно, Когда двигается не одна часть тела, А целиком тело. А вот такой динамичный разворот с приближением, Это требует больших усилий. Качество пожато, прям в этом кадре видно. Хотя у Сын Дука кодек должен быть хороший на канале, И у Вивен тоже. Во имя девяти кругов, С какого перепугу ты вообще решила, Что во всем АТО найдется хоть кто-то, Кому не насрать на искупление? Ты свой экспериментик даже испытать не... Вот именно, потому что, блин, В нормальном АДУ, Там все страдают и хотят искупления, Чтобы попасть в рай. Какого хрена в этом АДУ? Так хорошо, что никто оттуда даже уходить не хочет. В чем смысл АТО тогда? Ой, что унес ногой? Ой, Чарли, не болей. Чарли, твоя нога цела. И кто бы это мог быть? Да так, кое-кто с именем... Энджел Дас. Порно-звезда? Ты и его потрахнул, Том. И все равно, это не назвать достижением. Уверена, этот шлюхер на все согласится. Главное, нужные дырки ему напихать в порошок и смазку. Ох, осмелюсь возразить. Ни капли в рот, ни грамма в нос, ни сантиметра. Проблем уже две недели. Срочные новости. Мы получили сообщение о новом игроке на поле уличных разборок. Включаем прямой эфир. Иронично. Вот дерьмо. Вот дерьмо уж точно. Похоже, что к войне присоединился никто иной, как известный... Оу. Что там за пиксели, да? Какое сочное... Прикольно у них это... Свет отражается сзади, зеленый на прическах. Правда, почему-то у Кэти он какой-то салатовый, а у Тренча он ярко-зеленый. Странно. Но я вообще обожаю, когда игра освещения на персонажах идет в мультах. Это рисовать чуть сложнее, но зато смотрится атмосфернее. Выход, камеры, какая-то маленькая студия немножечко. А где там стоят ли демоны? Там же толпа демонов стояла. Куда они исчезли? Почему-то мы сразу, стена пустая. Коспадение, наверняка чувствуешь себя полной дурой. Скандальчик! Не смотри никуда! Что ж, похоже, твой несколький проектик умер в зародыше. Расскажи, каково это быть такой неудачницей? Да ну что ж, а каково это, когда у меня твоя ручка, а? С***а! А, она в какое-то насекомое превращается, интересно. Спасибо за подмогу, Энджи! Ощущение, будто эффекты рисовали другие какие-то аниматоры, которые не к стилю вот этого мульта, потому что там какой-то более тонкий лайн, какие-то прям облачка такие пушистые, не знаю. Наверное, специальные художники для спецэффектов были. Да я такой движухи сотни лет не видел! Где тут пропадал? Я думала, да, передус в воду. Да уж, если бы! Я торчал в том говноотеле на другом конце города. Какие-то кикиморы разрешили мне жить бесплатно, если не буду шалить. Ну знаешь, никаких там драк, приколов, у них грязных словечек, прям так и сказали. Скука смертная с этими с***ми! Я чист уже две недели. Ай, хлюрить! Он в желтке из яйца, которые они стреляют, ожившего. Я не знаю, этот желток это считается за внутренности. Почти чист. Чист прямо как хуй его тучка беленького снежочка. О, да, бабочка жестче. Сын? Мне нравится Серпентиус. Возможно, у него какая-то грустная предыстория, он потерял сына, а мы сейчас смеемся. А он будет его искать потом. Ха-ха-ха, такие мордахи они тут нарисовали. В чибистайле. Такая надпись, конечно. Не, Серпентиус классный. Он стрелял, но как будто не было выстрелов в самих. Или мне показалось. Реально, не дорисовали эффект стрельбы. То есть до этого там вылетали, типа, такие, как звездочки от выстрелов. А здесь он просто, как будто, знаете, понарошку стреляет, и такой Серпентиуса подыграл ему. Да, вот даже в Хасбене косяки такие бывают. Слушайте, пошлые шутки. О, текстурочки такие на фоне. Я тоже люблю вставлять текстурочки. Так, нам нужно будет где-то в скором времени остановиться и разделить это, видимо, на две части. Или не делить. Просто, это лицо Уэйги. Было прекрасно. Что? Что? Что ты вытворял там? Я солидно задолжал подруги. И разве не так искупаются? Помогают друзьям с чем-то? Уж точно не... А Чарли такая услышала. Он помогает друзьям. И такая обрадовалась. Значит, это все из-за добра решена. Территориальной войной, влекущей геноцид. Э, теряешь сотню, получаешь две. Да и все не так уж и плохо. А, да ладно, так надо! Мой авторитет был на кону. В смысле, о чем подумали бы люди, если бы услышали, что я пытаюсь исправиться? Это бы полностью испортило мой образ. Немного дерганых движений. Глаз бывает у них. А, здесь вообще рисовка другая стала. Все обычно жалуются, что в Хазби не видно разницу в рисовке, но я, на самом деле, ее сейчас только замечаю в первый раз. что здесь тонкие линии. Это прям сильно бросается в глаза. Мордашки. У Чарли прям классная мимика. У всех остальных как-то не так интересно. А вот у нее очень прикольно. Ее лицо комкают, как хотят. или без ног. А-а-а. О, у, с прокирией. Класс. Теперь мне это не выкинуть из головы. Тут где-нибудь есть бухлишко? Прошу, хотя бы попытайся. Ты что-то серьезнее. Ладно, попробую. Только смотри, как бы твоя така не свернулась, бэйба. Ты сейчас пытаешься быть сексистом? Или расистом? А, выбери то, что больше бесит. Тут реально бухла нету, что ли? Это она типа мексиканка, и поэтому ее бесят шутки про така. Так, давайте-ка мы вот на вот этом героическом моменте, где Веги тут с видом, не знаю, носителя справедливости стоит под взглядом грустной Чарли недоверчивой. И мы ставим пока что на паузу и вернемся в следующем ролике. Потому что ролик очень длинный, и я боюсь, что если я буду смотреть вот за раз, у меня видео на час выйдет, а я не хочу грузить видео на час и монтировать. Я умру, делая это. Давайте-давайте поставим пока на паузу. Так как пока что я не хочу сильно много говорить там о сюжете, о смысле, о каких-то косяках именно сценарных и так далее, я ставлю это скорее все эти выводы на второй ролик, где мы досмотрим это «Ильхазбин». Сегодня я поговорю с вами о художественном стиле произведения. Естественно, это очень-очень качественная анимация по сравнению с любым веб-мультсериалом на ютубе. И в этом есть небольшая проблема, о которой я хочу поговорить, как веб-аниматор тоже, который, можно сказать, страдает от качества отеля «Хазбин». Проблема в том, что этот мультсериал преподносят как любительский сериал. То есть, насколько мне вот попадались первые обзоры, реакции, теории, все просто буквально все практически подавали вот так, что это какие-то любители, школьницы там после уроков за бесплатно, сами там, не знаю, маленькой командой там в два человека рисовали мульт. Вот, давайте их поддержим, они такие крутые. Как бы, и ты смотришь такой, и такой, ни хрена себе. И вот это нарисовали какие-то любители за бесплатно. после школы какие-то девочки, дети, я не понимаю, подростки. Но потом ты узнаешь, что в проекте участвовали, блин, больше сотни людей, профессиональных аниматоров. Сама Вивьян, она окончила, блин, охренительно крутой университет аниматорский. И в ее команде люди, которые работали на разных каналах, рисовали такие мульты, как DC-шные всякие, типа, титаны вперед, черепашек и ниндзя рисовали, симпсонов, то есть, достаточно именитые произведения. Это не какие-то любители с ютуба, которые до этого промышляли качающими головами кошечками, вдруг такие, и создали шедевральный мультик на ровном месте. Нет, проблема в том, что это крутые, профессиональные аниматы. Да, естественно, среди них есть и несколько совсем любителей, у которых нет подслужного списка. Да, я не спорю. Но, по большей степени, нет, это профессиональные аниматоры. И, по сути, Хасбин, это не любительский мультик, поэтому мне так не хотелось его обозревать долгое время, потому что я все-таки специализируюсь на веб-анимации, то, что люди сами по себе делают без особого бюджета и без каких профессиональных навыков, профессиональных навыков. Конфессиональных. Здесь, здесь что? Здесь профессиональные аниматоры со студийным оборудованием собрались вместе с крутым послуженным списком. Я, причем, не вру, у меня есть пруф, и я вам скину ссылочку даже на их официальную страничку, где мы можем открыть, почекать каждого аниматора его послужный список, на каких каналах они работали и так далее. Вы сами убедитесь, вы сами поймете, что это совсем не любители. Они такие же любители, как я, профессионал, блин. Мультик создавался вовсе не без бюджета, как многие пытаются сказать, потому что если вы зайдете на патреон Вивиен, да, у нее не было в момент создания пилота никакой коммерческого финансирования никакого, никакой канал ее не спонсировал. Сейчас вроде как ее говорят выкупили, но я точно не знаю, там какая-то мутная история, и непонятно, то ли это канал ее выкупил, это вообще не канал, а только организация, предоставляющая другим каналам проекты, и непонятно еще ничего. Скажем так, она получала, судя по сумме, которая была у нее на патреоне, то есть вы могли зайти и посмотреть, в тот момент, когда вышел отель Хасбин, то есть в ближайший месяц выхода, скажем так, она уже получала больше миллиона рублей в месяц от патронов, больше миллиона рублей в месяц, это, я не знаю, это бюджет небольшой хорошей такой профессиональной студии, наверное, где немного человек, это было тогда, когда у нее уже перевалило за 15 тысяч подписчиков на патреоне, патронов, перевалило за эту цифру, она просто скрыла сумму того, что ей донатят, потому что там уже цифры были о-о-о, какие, то есть это нифига не любитель без бюджета, это человек, у которого гигантские суммы получаются из патронов и с продажи мерча, все мы видим, что Vivienne целый год продает мерч, и очень активно его продает, и возникает вопрос, сколько она с этого мерча еще получила, я не хочу считать сейчас чужие деньги, мне нет дела до того, сколько она получает, если она получает, она молодец, она организовала это все, она смогла заработать деньги, это круто, но не, пожалуйста, не переписывайте Хасбин к любителям, это не любители, это не безбюджетные любители на ютубе, это крутые, бля, профессиональные тетки и дядьки, которые получают кучу денег, просто они рисуют не в студии, а дома сидят, но разницы там при этом никакой, блин, нет особо, почему я это все веду, проблема Хасбина в том, что когда он вышел, многие аниматоры, которые на ютубе, реально любители, и я в их числе, которые начинали просто с нуля, у них нет ни копейки за душой, у них нет там профессионального образования, они просто там пытаются делать какие-то свои проекты, как могут, любители настоящие, они получали тычки в себя, в духе, ой, что у тебя за говно, посмотри, как Хасбин сделан, тебе надо так же, или ты че, типа, как ты можешь рисовать такое говнище, вот Хасбин тоже любитель, посмотрите, как у них все круто, и мне реально писали такие комментарии, и мне было очень дико в тот момент, я бы думала, неужели реально, вот какая-то Вивьен сама вот так вот в одиночку рисует такой охренительный проект, неужели я просто гребаный неудачник, который не может ничего нормально нарисовать, а потом узнается правда, и ты понимаешь, что у вас в мозгах, что у вас в головах, ребята, вы просто все перепутали, вы называете вещи другими именами, почему любители, которые, я не только про себя говорю, я говорю про тысячи аниматоров на ютубе, которые пытаются делать свои сериалы, свои веб-сериалы, да, они не такие крутые, естественно, они не такие крутые, как отель Хасбин, потому что, блин, один человек без бюджета, это не целая студия с миллионом в месяц рублей, вы сами это понимаете, профессиональных аниматоров, но претензии к этим любителям идут точно такие же, типа, и судят по тем же критериям, по каким посмотрели Хасбин, я против вот этой ложной, я не знаю, ложной репрезентации Хасбина, как любителей, в ютубе, потому что это реально портит кровь, портит жизнь остальным реальным, настоящим любителям, потому что всех начинают, естественно, сравнивать и требовать от них такое же, а то ты физически не можешь в одиночку выдать, такое же, блин, и за короткий срок, это я так про стиль говорю, да, я, как обычно, меня мысль куда-то унесла под реву, ладно, возвращаемся к стилю, вы поняли примерно мое бомбление касательно репрезентации проекта в интернете, Мое бомбление касательно стиля будет в том, что даже, несмотря на то, что я рисовала суперпрофессиональная команда аниматоров с крутым послужным списком в коммерческих мультах и на каналах, за кучу денег они умудрялись допускать такие просто фундаментальные косяки в отрисовке, в композиции, я не знаю, что ты просто смотришь и даже ты так не делаешь, а они почему-то сделали, допустим, эти выбивающиеся задники, ну вот, опять же, ленивый не пинал задники Хасбина, я тоже немножечко подопну, вы заметили, насколько пестрые задники в Хасбине бывают, они перекрикают, еще в этой части, ладно, не так заметно, в следующем выпуске вы увидите в самом отеле красные пестрые обои, красные пестрые персонажи, красное освещение, ты просто глаза теряешь немножечко, я не знаю, естественно, есть люди, которые, возможно, либо легко это как-то быстро визуально усваивают, либо просто врут, что усваивают, чтобы защитить свой любимый продукт, такое тоже, может быть, не будем отрицать, потому что фанаты, естественно, будут вступаться за то, что любят, это нормально, это, ну, нельзя их за это винить, просто будем объективными, в заднике слишком перекрикивают передники, скажем так, потому что передние персонажи какие-то более размытые, у них локальная выигрышка такая, они какие-то крупные, немного замыленные, а в заднике такие супер детализированные, там прорисована куча линий, там какие-то супер детальные портреты из артов висят, это выбивается вперед, и ты не можешь нормально сосредоточиться на героях, то есть требуется, вот реально, мне требовалось некоторое время какой-то, вот знаете, кулдаун от того, что я вижу кадр на экране, и требуется кулдаун, чтобы понять, что на нем происходит, то есть я смотрю так, это Чарль вроде там шевеливался, или это какой-то демон вылез, или это вообще рисунок на обоях, вот реально до такого доходит, ну и как мы знаем, команда Вивьян уже исправила это там в Хилува Босс, и в следующих своих мультах, то есть это реально придирка, имела место быть, потому что сначала все говорили, вы чё придираетесь, чё придираетесь, нет, там такого все нормально, но раз они это реально потом стали исправить, значит все-таки ошибка была, и они сами ее признали, поэтому, ну, те, кто критиковал Хасбин за пестрые фаны, которые выбиваются, был прав. Как это можно исправить? В композиции есть такое правило, типа воздушной перспективы, если вы учились в художке или в художественном институте, вы, наверное, знаете про него, то есть то, что к нам ближе, то более контрастное, более четкое, пестрое и яркое, то, что от нас дальше, но более размытое, более, скажем так, не контрастное, а такое бледное, чаще всего там можно даже какой-то блер добавить, потому что воздух, он имеет свой цвет, либо все в каком-то, увести в фотофильтр какой-нибудь, там, определенного оттенка, чтобы все вещи собрались, как бы, в единый монолитный кадр и ничего не выбивалось. Это, как бы, правило рисования, которое выводили художники веками. В Хасбине это не работает, либо работает не всегда. Допустим, были, конечно, кадры, где город показан или студия Кэти Килджой. В ней были и размытые задники, они были более темные, были приглушенные, и они не перекрикивали свои персонажи. Но, когда показывают какую-то толпу или показывают сам отель, что мы увидим дальше, это просто все сливается в какой-то винегрет красный, знаете, такой салат-винегрет, который весь красный, с какими-то более темными и более светлыми кусочками. Вот Хасбин выглядит примерно так же, по большей части. И я не знаю, почему столько профессиональных аниматоров могли допустить такую ошибку в постановке сцен. Мне кажется, это достаточно банальная вещь, которую все знают, даже любители. Поэтому у меня немного к этому такое критическое отношение, что касается анимации. Анимация, в принципе, она на уровне, на высоком, то есть, не чита большинству веб-продуктов, если вы сравните, потому что многие стараются в веб-сериалах упростить анимацию, потому что, когда ты рисуешь один или вдвоем какой-то мультик, те, и так на каждую серию уходят по несколько месяцев. У меня, допустим, три месяца или четыре уходят на серию. Иногда даже пять, если она сложная. А если делать суперсложную диснеевскую анимацию, то ты просто будешь рисовать десять лет одну серию и все про тебя вообще забудут моментально. Как бы в Хасбине они постарались, они, по-моему, рисовали два или пять или это, я не помню. Напишите в комментариях точно этот пилот. И они прям расщедрились, то есть, все анимировано очень круто, то есть, везде, все время все в движении, персонажи все динамичные, все изменяется. Вот это, знаете, западный стиль анимации. Есть такой анимешный, невесточный стиль анимации, когда там в большинстве самостатичные кадры с пролетами, там чуть-чуть шевелится, рот чуть-чуть там моргает, волосы может треплиться. А здесь такой западный, динамичный, когда у тебя постоянно персонаж выгибается как-то и липсинг у него очень активный, то есть, он говорит, дергается всячески, разворачивается. Это сложно рисовать, это очень непростой стиль анимирования. И они молодцы, большие, что запарились и реально выдали каждому персонажу подобный стиль. Но опять же, они немножечко переборщили с этим, потому что когда ты смотришь Отель Хасбин, это тебя немного пугает, что все герои разговаривают так, будто, я не знаю, будто то ли они под какой-то наркотой, то ли они в каком-то сюрреалистичном сне. Я понимаю, есть понятие мультяшной стилизации, но все должно быть в меру. Если у тебя каждую секунду времени все персонажи говорят вот так «Привет!» А ты пошла туда Это немного напрягает, ты смотришь и такой, типа, что происходит, что за цирк на экране? Я ничего не понимаю. Есть опять же в искусстве такое понятие, как ритм. У всего есть ритм, у музыки есть ритм, у картины есть ритм, у анимации тем более есть ритм, потому что это связь движения с картиной и с музыкой. Ритм это сочетание, скажем так, объектов каких-то либо движений и пауз. Объектов движений и пауз. Так же, как в картине. Если вся картина завалена кучей мелких деталей, ритм нарушен, ты путаешься. Конечно, такого применяют для создания специально декоративного эффекта, там всяких восточных гобеленах, в каких-нибудь коврах, да, но в обычной анимации должно быть обязательно разбавляться все паузами, потому что именно на фоне контрасте с паузами ваш ритм звучит красиво. И когда у тебя постоянно в кадре все вот так вот шевелится, то отдаляется постоянно жик-жик-жик-жик-жик. Нету этого ритма, нету пауз, твой мозг не успевает воспринять, он устает, он перегружается, и это портит немного впечатление от происходящего. Какое бы красивой и суперплавной анимации ни была, это портит твое впечатление от происходящего. Блин, если твое произведение, чтобы вообще хоть как-то понять, что там происходит, надо пересматривать тысячу раз, это не самый хороший показатель, мне кажется. Поэтому, когда вы пытаетесь анимировать, старайтесь как бы сочетать немного, чередовать. То есть, вот персонаж сдвинулся, и дальше какой-то более статичный кадр, где, возможно, он просто говорит, там, чуть-чуть с маленьким разворотом, там, и все такое более плавное, плывущее, а потом опять какое-то движение. Тогда ваш мультсериал будет восприниматься более цельно, более, я не знаю, более профессионально и адекватно глазу. В Хазбине очень мало паузных моментов. Ну, там в начале было, где показывали эту песню унылую, там еще было, может быть, более-менее планомерно. Дальше уже пошел какой-то анал-карнавал вот с такими сподергиваниями бесконечными, и немного это портит все. Посмотрим, как будет дальше, потому что пока что я реально вижу косяки, но, в отличие от других критиков, я не особо обращаю внимание на то, что все говорили, что мульт в одном цвете. Ну, начало не совсем в одном цвете, там и зеленые были сцены, и какие-то темные сцены, поэтому я не стану говорить, что все максимально красный, и это не меняется. Скорее всего, во второй части так и будет, потому что будет действие происходить в самом отеле в красном. Но первая часть мульта, она, в принципе, достаточно разнообразная по колориту. Дизайн персонажей прикольный, немного однообразный, конечно, особенно на фоновых персонажах это заметно, потому что все волки выглядят примерно одинаково, это непонятно, это один волк в разном освещении, или это разные персонажи стоят. Всякие демоны достаточно повторяющиеся, но главные герои, естественно, у них дизайн классный, он прям выделяется, и ты ни Алластер, ни Чарли, ни Веги, ни Энджела не спутаешь ни с кем больше, потому что они достаточно индивидуально сделаны. Это классно. Но опять же, даже дизайн, если посмотреть, они слегка перегружены. Есть такое, многие говорили, что персонажи Хасбина, они словно взяты с каких-то адоптов на Деви Антарте от девочек всяких подростков, которые пытаются нарисовать как можно более необычных персонажей, перегружают их по самое небалую. Есть тоже какие-то перья, какие-то зубы, рожки торчат. Дизайн Чарли, мне кажется, наверное, самый удачный из всех, потому что она достаточно минималистичная, у нее нет никаких лишних полосок, каких-то, не знаю, непонятных разноцветных глаз, разных оттенков, разноцветных зубов и так далее. У нее такой достаточно минимальный, эстетичный дизайн, по колориту очень приятный, пшеничный, черно-красный, черно-красно-белый, консервативный такой достаточно дизайн, и мне приятно за ней наблюдать. И поэтому на фоне этого достаточно простого дизайна, все ее мимики, повадки и кривляния, они смотрятся гармонично, и ты не отвлекаешься, и тебе приятно наблюдать, как она движется. Другие же персонажи, в основном, какие-то, особенно вот Черри Бомб, мне кажется, Энжел, они прям супер перегружены деталями, и когда они еще с этой кучей деталей еще и шевелятся, вот так вот быстро по экрану носятся, это утомляет глаз, реально. Это красиво, но красиво скорее в статичном варианте, вот стоп-кадр ставишь, красивая картинка, сколько деталей, включаешь анимацию, господи, что за каша шевелится на экране, ничего не понимаю. Не знаю, конечно, это мое личное мнение, вы имеете право думать, как вы хотите, и напишите, конечно же, свое мнение в комментариях, попытайтесь там, не знаю, поспорить со мной, я всегда за здоровую, знаете, такую критику, за спокойное выяснение отношений по фактам, вежливое и так далее. Я только хамство не терплю, если у вас есть свое мнение о моих словах, если вы хотите со мной поспорить, опровергнуть мои слова, можете спокойно высказаться в комментариях, и мы с вами пообщаемся. Я не боюсь там каких-то критичных высказываний, если они адекватные. На этом моменте мы, пожалуй, с вами сделаем небольшую паузу, оставляйте ваши комментарии, пообщаемся, и на этом с вами будем прощаться, до встречи, увидимся завтра, где мы продолжим смотреть наш отель Хазбин и делать финальные какие-то выводы. В проекте очень много и хорошего, и плохого, и я против того, чтобы говорить только о хорошем или только о плохом, будем рассматривать и плюсы, и минусы. С вами, как всегда, Хлоиз, мои маленькие демонятки, и готовьтесь к Хэллоуину. Субтитры подогнал «Симон»